При в ЧД. При встаю. Убл с КФС. Не, я Сигма. Рил? Да. Агапон? ГГВП, бро. Родители подростков нередко слышат в их речи непонятные слова. Порой их так много, что даже смысл того, что хочет сказать ребенок, ускользает. Стоит ли беспокоиться, или это нормальный этап взросления. Оценивать речь в категории «хорошо» или «плох» очень сложно, потому что язык – это живой организм, который всегда убирает лишнее и оставляет нужное. Речь подростка – это такой определенный индикатор. Индикатор на возраст в том числе. В 22-м году в российский орфографический словарь добавили 151 новое слово, среди которых популярны у подростков «погуглить» бумеры и «покерфейс». Это явление нормальное, это постепенно в нашу русскую речь входят иностранные слова, в том числе и мы, взрослые, ими тоже с удовольствием пользуемся. И в профессиональном сленге, например, чек-ап организма или скрининг, то есть никого уже этим не удивишь. Арсений Назар учится в 9-м классе. Говорят, используют сленговые слова только в тех ситуациях, когда это уместно. Сленг в основном либо выражает какие-то новые понятия, которых раньше не было, либо он помогает сократить предложение, которое ты говоришь. Я пользуюсь сленг в разговоре только с друзьями и с близкими людьми, с семьей, но иногда еще и с учителями. В основном сленг – это англицизмы или сокращение уже существующих слов. То есть «прив» от «привет», «ггвп» – это «good game, well played», то есть, условно говоря, типичное прощание в играх. «бэбэ» – это «бай-бай», типа «пока». По мнению психологов, сленг – не просто языковая игра. Он выполняет важную роль в становлении личности подростка, помогает ему обрести друзей, найти поддержку и повзрослеть. Возраст от 13 лет до 17 – это такой возраст становления личности. И в первую очередь это процесс идентификации. Подростки ищут ответ на вопрос «кто я?», «какой я?». И это помогает им сепарироваться в дальнейшем от своих родителей, начать свою взрослую жизнь. А второй момент, который переживают подростки в этот период – это найти своих, свою стаю, присоединиться к ней, чтобы не было так страшно заходить во взрослую жизнь. Важно, чтобы ребенок, активно используя сленговое слово, знал и его литературный синоним. А это уже задача взрослых. Сочинения современных школьников порой изобилуют неуместными словами, потому что они не знают, как иначе выразить свою мысль. Тревогу вызывает то, что порой мы не рассказываем об этом детям, что можно заменить то или иное слово литературным и присутствующим в активном словарном запасе профессиональным. Потому что очень трудно отойти от этого, когда человек начинает взрослеть. Все мы знаем о том, что подростки очень много времени уделяют играм. И когда в процессе игры иногда зависит командный результат от подростка, вместо того, чтобы объяснить полноценно, что он имеет в виду, ему проще скинуть какой-то смайлик или реакцию, чтобы его все поняли. Я, например, на подростковых наших группах всегда говорю, я бабушка уже старенькая, не все понимаю. Я прошу объяснить по-русски. И это дает возможность обогатить подросткам свой словарный запас и научиться выражать свои эмоции через слова, а не через стикеры, наклейки, мемы и так далее. Родителям важно знать смысл сленговых словечек. Можно попросить их расшифровать самого ребенка, а еще лучше воспользоваться интернетом. Сленг поможет понять, что за сигма этот чечек. То есть, чем увлекается подросток. Ведь сленг часто пересекается с лексикой, связанной с аниме, скейтбордингом, граффити. На речь подростка влияет музыка, которую он слушает, в соцсети любимые видеоигры. Стоит обратить внимание, что означают слова, для того, чтобы понять, в какой среде сейчас вращается подросток, с кем он общается. Потому что есть, это не секрет, очень много сленговых слов, которые обозначают наркотические вещества и так далее. То есть, важно понимать, что подросток имеет в виду. Филологи уверяют, что сленг был всегда, даже в то время, когда жил Александр Сергеевич Пушкин, который, будучи солнцем русской поэзии, все же позволял себе языковые вольности. Мне кажется, что он бы вообще не понял сейчас языка русского, потому что он жил во времена, когда был дореформенный русский язык, поэтому он бы, не помню, мне кажется, самые обычные слова, типа, не знаю, привет, как дела? Ну, если бы понимал контекст, то, мне кажется, он бы нормально отнесся, потому что это все-таки язык живого организма, он эволюционирует, проходит разные стадии, растет, расширяется. Ну, вообще, Пушкин на тот момент был чуть-чуть революционером, можно так сказать, потому что тогда французское общество и французская культура ворвались в Россию. И, получается, Пушкин был единственным таким человеком, который начал использовать русские слова, русские выражения и ввел моду на употребление оных. Так что я считаю, что да, он нормально бы отреагировал. Но даже если вы тщательно изучили сленг, знаете смысл каждого слова, лучше не использовать их во время общения с подростком. Задача родителя – сохранять свою иерархическую ступеньку, разговаривать на своем языке. И иногда, когда родитель пытается стать ближе к своему сыну или дочери в подростковом возрасте, который находится, он начинает злоупотреблять этими словами, сленговыми. И в глазах подростков, на самом деле, это выглядит неестественно и стороны родителей даже иногда комично. Дети относятся к сленговым словам довольно ревниво. Это их территория свободы, борьбы за самостоятельность и независимость. Примерно к 18 годам, когда период взросления ребенка завершится, сленговые слова из его лексикона постепенно уйдут. Виктория Шарая, Константин Головин, Николай Епифанов, Николай Сидоров. События.